Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию книгу, посвященную протеерею Николаю Винокурову, 32 года прослужившему в Преображенском соборе города Иваново. На протяжении длительного времени он был настоятелем этого храма, а также секретарем гипархиального управления. Многие ивановцы хранят в своих сердцах молитвенную память о нем. Они почитают отца Николая как пастыря доброго, душу свою полагавшего за паству, и ставшего, по слову апостола, образом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Книга «Образ верным памяти» протеерея Николая Винокурова вышла в свет в издательстве «Синтагма». В ней собраны воспоминания людей, любивших и чтивших отца Николая, а также его проповеди и кандидатская диссертация, защищенная им Московской духовной академии. Книга составлена по инициативе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Валерия Викторовича Иванова, который на протяжении многих лет хорошо лично знал отца Николая Винокурова. В ее материалах отразилась целая эпоха жизни Ивановской, а впоследствии Иваново-Вознесенской епархии. По словам митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа, важно понимать, какие люди и как трудились на церковном поприще в те непростые годы. Жизненный путь протеерея Николая пересекается со многими его современниками, написавшими о нем теплые слова. Удивительно скромный, с равной любовью обращавшийся к каждому человеку, протеерей Николай Винокуров привлекал к себе множество людей, жаждущих духовного исцеления, ищущих в его молитвах помощи от штормов Житейского моря. Он говорил очень просто. Вот как он всегда обращался к людям, еще не верующим, но желающим прийти к вере. «Я мог бы много всего вам говорить, но если Господь не коснется сам вашего сердца, если вы не переживете этой встречи с Богом, то все мои слова о вере будут напрасны». Сам отец Николай верил глубоко и искренне, и эту радость общения с Богом стремился разделить с другими людьми. Очень скромный, он никогда не стремился сделать какую-то карьеру. Однако Господь поставил его на достаточно ответственное церковное послушание секретаря епархиального управления и настоятеля кафедрального собора. Хотя протерей Николай Винокуров и тяготился административными послушаниями, но он вполне с ними справлялся. Как вспоминал назначенный в 1988 году уполномоченным Совета по делам религий по Ивановской области Богородский, «Я мог убедиться в том, как точно, тактично и вместе с тем настойчиво и твердо вел отец Николай сложные переговоры с чиновниками, преодолевая заскорузлость старых представлений об отношениях церкви и государства». Более 25 новых приходов было зарегистрировано за сравнительно небольшой срок на территории области. Отец Николай любил всех, и его любили все. Не только собратья-священнослужители, но и партийные, советские, исполкомовские работники, с которыми сводила его жизнь. Батюшка говорил всегда очень просто, но его слова шли из глубины верующего сердца и покоряли души людей. Он даже тяжело больной никому не мог отказать в словах назидания и утешения, хотя общение с людьми отнимало последние его силы. После тяжелых перенесенных болезней, опираясь на палку, батюшка все равно служил литургию, после которой множество народа устремлялось к нему, и каждый хотел услышать ответ на свой наболевший вопрос. У батюшки не было физических сил поговорить с каждым, но он не мог никому отказать. Поэтому сослужившему с ним отцу Родиону порой приходилось почти насильно вводить его в алтарь, иначе от перенапряжения отец Николай мог упасть прямо в храме. Как отмечает Валерий Викторович Иванов, перед тем, как читатели откроют эту книгу, ему хотелось бы заострить наше внимание на том, что отец Николай использовал каждую возможность для того, чтобы с каждым человеком, с которым свела его жизнь, поделиться той радостью веры в Христа Спасителя, которую он имел. Вера не была для него чем-то отвлеченным. Это человек, живший во Христе. Он стремился не только словами, но и всей своей жизнью быть проповедником Христовым. Всегда, даже на больничной койке, оставаться в первую очередь пастырем церкви. О своем пастырском служении он говорил так. «В своем священническом пути я всегда старался, подобно архиепископу Луке Воину Есенецкому, исполнять свой долг, защищать проповедью оскорбляемого Спасителя нашего и восхвалять его безмерное милосердие к роду человеческому». По словам Валерия Викторовича, проповедь для отца Николая была важнейшей составляющей пастырского служения. Это служение проповеди и не только словом, но и самой жизнью было пронесено отцом Николаем через все дни его земного бытия. Когда появилась возможность в 1990-е годы обратиться к читателям через страницы Ивановских областных газет «Рабочий край» и «Ивановская газета», отец Николай использовал эту возможность настолько широко, насколько это только было возможным. И люди ждали газет с его проповедями. Валерий Иванов вспоминает, что некоторые специально покупали по 30-50 экземпляров, чтобы раздать своим знакомым. Многим помогли найти свой путь к вере статьи на духовные темы, упубликованные отцом Николаем в светских печатных изданиях. А в 1996 году его проповеди вышли в виде отдельной книги. Сейчас среди обилия духовной литературы проповеди отца Николая могут показаться чем-то устаревшим, тем, что много раз было сказано и написано разными людьми. Но это поверхностный взгляд. Убедиться в этом можно, прочитав проповеди отца Николая в этой книге. В издание включены все сохранившиеся проповеди батюшки, а также его диссертация на соискание степени кандидата богословия, посвященная гомеретическому наследию архиепископа Филарета Гумилевского. Книга «Образ верным», по словам издателей, не просто венок благодарной памяти дорогому сердцу очень многих людей пастырю. Не просто исторический памятник начала массовой духовно-просветительской работы в Ивановской области в 1990-е годы через страницы региональных газет. Это и возможность соприкоснуться с уникальным духовным опытом отца Николая, неотделимым от общецерковного опыта, наследием человека, для которого любовь к Богу и людям были средоточием жизни. Протеерей Николай Винокуров умер 8 марта 2001 года. Проститься с ним пришло множество народа. Его духовный отец и друг архиепископ Ивановский и Кенешинский Амвросий сказал об усопшем. Народ его всегда очень любил, да и невозможно его было не любить, потому что он был удивительно честный и добрый, любвеобильный человек. У него было какое-то внутреннее духовное зрение, он понимал внутренний мир каждого человека. Но случилось просто непоправимое. Пришлось нам потерять дорогого отца Николая. Дай Бог, чтобы такие священнослужители повторялись в нашей Святой Церкви, потому что на таких людях, истинных рабах Божьих, держится все наше православие. Память о добром пастыре по-прежнему живет в сердцах людей, и об этом свидетельствует данная книга, в которую вошли воспоминания о нем тех, кому дорог отец Николай и его труды. Дорогие друзья, нам сегодня пришла пора прощаться. Книги, о которых мы рассказываем вам в наших программах, вы найдете в церковных книжных лавках. И да хранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok